Здравствуйте! Самая страшная картина, наверное, здесь на центральном пляже. Вы видите, что здесь до сих пор стоит вода. Это центральный пляж, правильно назвать, не центральный, а лечебный, перед администрацией. И посмотрите, что здесь происходит. Ласковые берега, оба стоят в водичке. Сейчас подойдем поближе, там обрушилась набережная. Да, к сожалению, приходится по воде здесь проплывать. Здесь есть ливневая система, но она не справляется. Все еще подтоплено, но уровень воды падает. И, собственно, мы подходим под саму арку. Будем надеяться, что вот это все пройдет мимо нас и не зацепит она. Поэтому бы, по крайней мере, очень сильно хотелось. Будем надеяться, все, которые у нас есть, отодвигать и прогонять весь этот циклон. Потому что, видите, вот она, как висит. Очень страшно это все выглядит. И смотрите, что произошло с нашей набережной. То есть здесь все смыло водой, размыло. А вот здесь волны, которые заходили у нас всю ночь, было гораздо более сильное волнение моря. Они подмывали, подмывали. И вот частично произошло обрушение. Отсюда, видите, вот заходили. И вот полностью все это размыто теперь. Если дача подмоет с этой стороны, так же обрушится, как и вот эта вот стена. Будем надеяться, что дальше волны не зайдут уже. И все остальное не разломают. Иначе это будет прям жесть. Видите, здание же стоит, целая гостиница. В Анапе все продолжает работать в том же самом режиме. Кроме, я как вчера говорил, из-за пандемии. У нас не работает Красная площадь с ее, так сказать, детскими зонами и фудкортами. У второго этажа это единственное место было в Анапе, где можно было прийти с детками в непогоду отдохнуть. Поэтому я говорю, что нечего делать в Анапе сейчас из-за пандемии. Все остальное работает в полном объеме. Никаких ограничений, в принципе, из-за этого вы не почувствуете, если приедете к нам на отдых. Единственное, что вот пляж размытый, немножко произошла такая катаклизма у нас. Но будем надеяться, что в дальнейшем все восстановится. Есть у нас эвакуация более 900 человек с Пионерского проспекта, Витязева. Деток эвакуировали, детей у нас вообще с Джимотой эвакуировали на Банане. Такая вот ситуация. Но все работает в частном режиме. Никто не звонит мне, не пишет о том, что Юра, помоги, спаси. Единственное, поступала на эфире жалоба о том, что не знают, что делать, никаких действий не воспринимать. Потому что МЧС работает, но, я так понимаю, в более тяжелых местах. Спасибо за внимание. Делайте репосты, ребят. Просите, чтобы ваши близкие, которые находятся здесь, не паниковали. Если что-то происходит, обращались во все службы МЧС. Просто 112. Запомните этот номер, если что. Звоните. Все сети сотовые. Если где-то недоступна какая-то вышка, переключится ваш телефон на другую. Так и не работают в режиме ЧС. Спасибо. До свидания. Продолжение следует...